В Москве премьера Каллигула. Четырехчасовый спектакль поставил литовский режиссер Эймантус Некрошус. Песня о беззаконии и неограниченной власти, но сам выступал как диктатор Николай Захаров с генеральной репетиции. Вместо пурпурного плаща этот Каллигула носит вполне современное пальто, а вместо сандалий армейские ботинки. О Древнем Риме напоминает только триумфальная арка, да и та, как и все декорации из шифера. На фоне этой серости император Тиран объясняет, править значит воровать. Я только теперь понял пользу власти. Она дает шанс достичь невозможного. Уверены, что невозможное возможно, Каллигула на время забирает чужую жену, упраздняет богов и не останавливается ни перед чем, чтобы показать свою власть. В спектакле Каллигула, в отличие от одноименного и некогда нашумевшего фильма режиссера Тинтабраса, внешне нет ничего скандального. Судьба римского императора представлена как трагический путь такого изощренного самоубийцы, который годами, терзая и стязая своих подданных, фактически толкает их на заговор против самого себя. Четырехчасовой спектакль по пьесе французского философа Альбера Камю поставил литовский режиссер Эймунтас Някрощус. В пьесе о беззаконии и неограниченной власти он и сам выступал как диктатор. Полтора месяца перед премьерой актеры репетировали только с одним выходным. А еще он добавил, что с тем, кто останется вглубь к искусству, отрубит голову. Поставить Каллигулу Някрощиц задумал семь лет назад, когда работал над Чеховским вишневым садом с Евгением Мироновым в одной из главных ролей. Главное у него и здесь. Актер признается, играя он понял, за абсолютную свободу обезумевший император заплатил страшной ценой. Он практически ослеп в конце, если говорить по-серьезному. Он смотрит внутрь себя, а там ничего. Там выжим и все. Уже не в красном пальто, а в черном Каллигула бросается в толпу по 30, которая пришла убивать его. Осколки зеркал в руках в полумраке сверкают, как лезвие ножей. Слегка изменив финал, режиссер оставил главное, заложенное автором. Безграничная свобода, она всегда за счет кого-то. А разрушая все вокруг, невозможно не разрушить самого себя. Николай Захаров, Антон Передельский, Петр Очередник, НТВ, Москва.